Ну и вообще отсутствие цивилизованных баз для подготовки мастеров по зимним видам спорта больно бьет по престижу всей области. На зимних олимпийских играх последних десятилетий оренбуржцы или были в резерве, или вообще не входили в состав сборной. О чемпионах тем более говорить не приходится. Ну и конечно в регионе после долгих лет забвения появляются подающие большие надежды лыжники. Но понимая, что здесь условия для подготовки мягко говоря суровые, нет равным счетом ничего, ребята уезжают в другие регионы о вынужденной спортивной миграции Екатерина Киселева. Знаете ли вы, что двукратная чемпионка мира Анна Жеребятева на лыжи встала как раз в Оренбуржье, в Кувандыке если точнее. Тогда и было всего три года. В семь лет папа, кстати, КМС по лыжным гонкам, определил дочку в секции. А уже через неделю она заняла второе место на соревнованиях в своей возрастной категории. Вот правда свои самые громкие титулы, среди которых чемпионка мира в лыжных гонках и чемпионка мира по лыжи роллерам Анна завоевала, представляя не родной Оренбуржье, а Тюменскую область. Спортсменку давно заметили на чемпионатах России и переманили, предложив идеальные условия и для тренировок, и для проживания. По аналогичному сценарию развивается карьера и у Ольги Кучерук, которая на Европейском Олимпийском зимнем фестивале завоевала две золотые и одну серебряную медали. В свои 17 она выиграла спринг, финишировала первые смешанные эстафеты и стала второй в гонке на 5 километров. Спортсменку тоже переманила Тюмень, но свои первые блестящие результаты она показала в спортивной школе Тюльганского района. Кстати, обе наши девушки входят в состав сборной России, так что когда в новостях звучат тюменские спортсменки, Кучерук и Жеребятевы выступили с триумфом, а звучит это нередко, помните, обе они родом из Оренбуржья. По словам оренбургских тренеров, такая практика, увы, не редкость. Чаще всего настоящие лыжники рождаются в глубинке. Там начинают, дальше выходят на уровень областного центра, А потом наступает момент, когда спортсмен поднимается так высоко, что регион уже не может или не хочет финансировать подготовку и выступление. И вот тогда под крыло будущих звезд берет область побогаче, в данном случае самая нефтенасыщенная область. Кстати, сейчас на высоком старте следующие перспективные спортсмены, взросшенные в Оренбуржье, Илья Трегубов и Екатерина Евтягина. После серии заметных побед ребятами заинтересовались соседние регионы.